всем привет с вами марат сутаев и сегодня мы приехали в каузскую область где проходит соревнование турнир 2000 который проводит клуб высокоточной стрельбы цель мы вас познакомим в этом ролике с участниками познакомим с их оружием познакомим со всеми нюансами в стрельбе по дальним мишеням а также и покажем по каким целям ведется стрельба еще многое многое и многое но пока мне здесь все нравится ну прежде чем говорить о соревнованиях хотелось бы поговорить с основателем клуба высокоточной стрельбы цель по вам павел приветствую мы с тобой уже второй раз на этих соревнованиях я у тебя в гостях расскажи именно об этих соревнованиях об этих в этот раз мы в отличие от прошлого стреляем один только вид одну дисциплину становится турнир 2000 в прошлый раз это был снайпинг на коротких дистанциях плюс турнир 2000 мы их решили разделить на два отдельных мероприятия сегодня турнир 2000 дистанции от 920 до 1900 метров стрелку дается 5 выстрелов 15 выстрелов и 10 минут поражение гонгов в любом порядке размер гонга к примеру на 1900 40 на 55 сантиметров то есть практически грудная мишень и меня что радует что многие стрелки первым выстрелом так достаточно уверенно ее поражают сейчас кстати вот прям сейчас стреляет стрелок с калибром 6 и 5 критма это прям отдельно награждать за волю к победе так сказать да 13 и 9 принял покровая левый край дубль 17 проба 157 это рука поехали ален приветствую еще раз снова приятно тебя видеть мы недавно соленой сняли обалденный ролик скоро будет на канале youtube ален как тебе мероприятие мероприятие очень классно на самом деле я здесь уже не первый раз участвую и просто выступая как зрители мне очень нравится я обратил внимание что организация мероприятия обалденная на самом деле вот наш ярослав увидел там банку воды утром и говорит у тут даже вода есть а я обратил внимание что здесь такое чудесное стоит палатка где люди могут поесть попить и вода холодная а также мы провели соленый розыгрыш то есть призы были от гун фан я просто вытаскивал бумажки это мы покажем обязательно да и очень приятно призы были обалденные спасибо мы старались очень интересно в принципе участвовать таких мероприятий хочется чтобы они проводились как нужно чаще да и один вопрос как всем участникам как ты думаешь от чего зависит точно выстрел на большую дистанцию и снайперской винтовки я считаю что в принципе там очень много факторов то есть один фактор от всего всего спасибо большое я предлагаю марата доставать маратка настолько не коррумпирован 205 есть точно 100 процентов игорь тададам 211 сколько лет или сколько времени ты занимаешься высокоточной стрельбой но началось у меня все с охоты да и охота там с детства самого там с трех лет фактически меня отец выбрал а в сам высокоточка пришел на соответственно недавно всего-навсего год назад нашел ребят вот к в цель до созвонился с ними у них был курс по высокоточной стрельбе образно дорогие курсы но образ нет курсы на самом деле недорогие а вообще как бы вход в высокоточку он конечно не дешевый потому что там предел к он совершенства нету да но есть какой-то нижний порог минимум меньше как у которого вы просто себе нормальный там с которой состояние конкурировать с кем-то не соберете комплект курс стоит пройти обязательно курсу обязательно потому что кто и кого интересует это просто все ваши вопросы растая . надо как тебе организации соревнования это на самом деле первые мои соревнования в жизни по высокоточки да я даже в них не участвую поскольку здесь я больше ориентирован на снайпинг да это до 1200 метров а это наоборот от 900 до почти двух километров до соревнований как ты считаешь от километра до двух и снайперской винтовки самое важное в точном выстреле что-то одно ветер работа наблюдаю по климову карточка ну а промах 0 3 мило вправо 0 2 мило вверх стреляю в левый нижний есть попадание 2 гонг стреляем розовый гонг синим номер 2 розовый гонг саш последний раз ты горизонталь какую брал давай также в левый край вертикально крутил второй гонг розовый цель переходим на третий гонг правильно саш желтый с крестом куда так стрельба до километра это вещь на самом деле легкая это то чему научу учатся люди пройдя наш курс это там 8 часов теории один день на стрельбище и при наличии ну среднеуровневой винтовки даже с покупным патроном люди до километра поражают мишени нормально а вот за километром там начинаются уже шаманские штучки да как бы с и тонкости вы проводите также обучение стрелков с нуля с нуля как причем есть вводный курс вводный курс который начинается с того что мы помогаем определиться с бюджетом с винтовкой с калибром с прицелом исходя из тех задач которые ставит перед собой стрелок после этого он приобретает оружие проходит месяц два три он попадает на основной курс на основном курсе уже учатся все поправки баллистика вкладка патроны и все вот эти вот вещи также на этих соревнованиях мы встретили своих давних друзей это оружейный салон арсенал дмитрий приветствую слушай а вы здесь как спонсоры да мы решили поучаствовать этих мероприятиях это уникальное интересное соревнование турнира 2000 которые позволяют стрелкам раскрыться и показать свою мастерационную стрельбе на дистанциях от 900 до 1750 метров и поэтому мы здесь нам это интересно с чем вы сюда приехали а сюда мы привезли карабины австрийской марки steiermann licher здесь как и токсические спортивные модели вот эта флагманская модель м1 а также обычные охотничьи карабины как тебе организация соревнований соревнования организованы потрясающе мне нравится это динамично это интересно потрясающе кроме того что сами соревнования сам огневой рубеж и упражнения отлаженный вы и выполнены вы хорошо подготовлены также есть зона отдыха питания все отлично и холодные напитки кстати обалденно да и вопрос как всем участникам от чего как ты считаешь самое главное зависит точный выстрел на большую дистанцию одно я считаю что единственно чего это может зависеть это правильные долгие тренировки хитрый ответ это правильный но очень хитрый ответ спасибо большое дим спасибо за и то что вы приняли в этом участие очень приятно спасибо сказали обед значит обед что ты споришь надо надо так не торопиться не идти не хотя спорить нельзя сказал обед значит обед пошли машин ты машин ты питание за высшим уровнем все превосходно я вспомнил пословицу называется какое питание такое попадание поел так и потом вадим уже 21 дубль с тобой делаем скажи правильно что ты корректировщик корректирую сегодня я корректировал опять неправильно сказал ну ладно уже опять сегодня не надо было говорить как тебе организации соревнования отличная организация все супер мне кажется по плану идет как было запланировано плюс отличный обед перерыв был все обед холят для очень вкусно поесть пришли наверное приехали за 200 километров как ты считаешь что самое важное в точном выстреле командная работа то есть ну вот в этих соревнованиях это командная работа корректировщик думает о ветре дает ему команду и вот если эта слаженность работает то как бы проблем не будет понял спасибо вадим спасибо наблюдая рома не сорвал выстрел ага по правому краю прицеливание это синий 0 4 влево наблюдая прям центр гонга приветствую как тебе организация соревнований у организации очень на высоком уровне не было никаких проблем никаких не штатных ситуаций все проходит очень организованно как тебе сами упражнения сами упражнения в принципе что к чему приехали то и получили то есть несколько мишеней на очень дальних дистанциях серьезные серьезные преграды водяные есть плюс освещенность плюс ветер плюс мираж очень сложные дальние дистанции больше 1800 метров это очень серьезные для винтовок потому что калибра ограничены калибром 338 и собственно это уже такие предельные дистанции для этих калибров и и еще вопрос который мы задаем всем как ты считаешь от чего зависит точность выстрела где-то там от километра до двух если самое важное в точности выстрела но при условии что прицелились правильно но при условии если мы отбросим что у нас все с винтовкой на нормальные мы это самое главное это ветер понял спасибо большое спасибо следующий 8 и 9 18 и 9 отстать 3 на работаешь так же с выносом быстрее с выносом влево так точно вот я сказал подписчикам канала что мы расскажем что самое важное вообще в стрельбе я бы выстрелил в таком порядке градации на первом месте навык корректировщика читать ветер то есть это корректировщик на втором месте настройка оружия на третьем месте стрелок это то в порядке сложности сложнее всего стать корректировщиком и научиться видеть ветер и давать правильную поправку на первый выстрел научиться стрелять не так трудно Поэтому мы в армии всегда второй номер снайперской пары, он выше по званию, опытнее, старше, чем сам стрелок А как тебе организация соревнований? Как бы в данном формате, я считаю, соревнования организованы на уровне четкие и понятные правила, как бы нормальные, непредвзятое судейство, то есть себя там по нервам никто не дергает И самое главное, нам сегодня погода помогла, у нас миража большого не было, мы практически все стрелки видели там процентов, наверное, 90 своих промахов Как тебе сами упражнения? Я считаю, для лонг-рэнджа вполне нормальный формат То есть 5 целей, 15 патронов, времени вагон 10 минут, формат хороший, хороший, отличный И размер цели адекватный под большинство калибров А как ты считаешь, от чего зависит точность выстрела, если от километра до двух стреляем, при условии, что прицелился правильно? Уверенность в твоем комплексе винтовка-патрон То есть если ты уверен в комплексе винтовка-патрон, ты приедешь, ты приезжаешь Вот я первый раз на этой поляне в этом году тренировался в январе, больше я сюда не ездил Перед соревнованиями я сделал подготовку на поляне в Тверской области, стрельнул на 900 метров несколько раз Проверил баллистику, убедился, что у меня за год ничего не поменялось Я сюда приехал и первые четыре мишени по вертикали у меня все сошлось Спасибо огромное Третье место Титов Евгений Горектировщикам Рябинский Андрей приглашаются Спасибо большое Второе место Соловьев Евгений и его корректировщик Жаворонков Кирилл Первое место Приглашается Евгений Сиротинин И его корректировщик Кузьмин Александр Александр, пожалуйста, Женя Поздравляю вас Компания Ганфан награждает стрелка Спасибо Магазин Чек, это денежный чек Второе слово Сегодня были сложные условия по стрельбе На самом деле по Миражу я это видел, пока контролировал Грелись патроны у многих были с этим вопросы На самом деле все выступили здорово Потому что мишень, ребята, на 900 метров Размером меньше поясной мишени обычной армейской А на 1800 это всего лишь навсего 70 на 85 сантиметров Это, по-моему, сложная, хорошая, честная мишень Спасибо всем, кто принял участие И буду рад вас видеть на наших следующих В дальнейшем мероприятиях Ура! Ура! По итогам соревнования выиграл я Но я был с винтовкой Мосина И так как моя винтовка не добивает до той дистанции Так как я вот, ну, неравные условия Мне дали первое место по приз зрительских симпатий Нет, кроме шуток, на самом деле Поздравляю тебя, во-первых, с первым местом Спасибо, Марат Очень приятно И не первый раз я тебя здесь вижу Приятно, что ты идешь к своей цели И добиваешься того, что, ну, занять более, стрелять более лучше Более прогрессировать в этом деле А почему ты выиграл? Готовность комплекса Винтовка-патрон Готовность меня как стрелка Ну, как бы, только поэтому И плюс у тебя был напарник Корректировщик Кузьмин Александр У меня было два промаха Я их видел в прицел И он мне четко, оперативно подсказал промах Я, скажем, более уверенно и быстро смог скорректироваться Это круто Это на самом деле круто Спасибо тебе за такое прекрасное выступление На самом деле мы смотрели И было очень приятно Спасибо Спасибо, взаимно Ну что, к сожалению Соревнования закончились На самом деле Так приятно сюда приезжать Такие люди хорошие Такая хорошая атмосфера На самом деле Высокоточники Это как бы отдельный менталитет людей Они, вот, как говорят, разные менталитеты Да, у людей есть Определенный менталитет Там меланхолики А это прям менталитет высокоточников И настолько приятное общение с ними Общаясь Такие культурные Спокойные Попадают на два километра И спокойно сидят Спокойно То есть никаких там нету У них, как сказать Никакой-то там важности нету Но это, представьте Это люди Сами снаряжают патроны Они выезжают куда-то За 200 километров от города На полигон Специально там Таких полигонов не так много На самом деле С такими дистанциями Мне кажется Наивысшая ступень В развитии В стрелковом развитии Реально Поэтому Мне кажется Надо заняться таким видом спорта Это очень круто Всем спасибо Кто посмотрел ролик Ролик получился длинным Но я думаю Он будет очень информативный И все, кто хотят Заняться стрельбой Высокоточной Обязательно обращайтесь В клуб Высокоточной стрельбы Цель Все помогут Люди адекватные И приятная атмосфера Это семья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова